Девушки отдыхают Вы верите, что с вами может случиться новогоднее чудо? Лично мы не только верим, но и сами начинаем сезон праздничных чудес С подарками, сюрпризами и, самое главное, с самыми лучшими новогодними хитами Поехали! С наступающим Новым Годом! Подходим, подходим, не стесняемся Тянем волшебные билетики Узнаем, какие сюрпризы приготовила судьба для вас в следующем году Подходим, подходим, не стесняемся Тянем волшебные билетики С наступающим Новым Годом! Кто еще не подошел? Кто еще не вытянул волшебную бумажечку? Какие желания сбудутся в следующем году? Подходим, не стесняемся, девушка, тянем билетики Узнаем, какие желания сбудутся в следующем году Смелее, смелее! Пусть старый год несет с собой ваши невзгоды и ошибки А Новый Год пускай несет любовь, цветы, друзей, улыбки! Девушка, с наступающим вас! С наступающим! С наступающим, девушка! Подходим, подходим, не стесняемся Тянем билетики, узнаем, какие желания сбудутся в следующем году У меня есть один важный вопрос Слушай, Лиль, а что лучше подарить любимой женщине? Самой любимой на свете На Новый Год? На сорокалетие Внимание, пять секунд до эфира Ой! Т exposure Тüher Тowser А Т Гриш, а чего ты ни свет ни заря? И, кстати, вот чего ты заначки свои разбрасываешь? Надо как-то в одно место класть, в шкаф. Хорошо. С днём рождения! Я тебя очень люблю. Мы у тебя есть, и это самое главное. Ты у нас есть, и это самое главное. С чем тебя и поздравляю. Вот, это тебе. Ура! Спасибо, мне нельзя смеяться. Наш Лёшка сказал, что сегодня на радио песни будут звучать целый день только для тебя. Спасибо. Ой, кофе, подожди. На этом мы заканчиваем утренний блок новостей и продолжаем эфир. Для моего самого любимого человека в день его рождения прозвучала эта песня. Ой, Люсенька, заходи. Бабусечка. Бабусечка. Люсенька. Привет. А мне сегодня сорок лет. А я тебе подарочек приготовила. А что ты? Печенье испекла то, что ты в детстве любила. Спасибо. Так, это продукты. Ну, рассказывай. А как чувствуешь себя, как спала? Бабусечка, побыстрее, пожалуйста, я на работу опаздываю. Да все хорошо, не беспокойся, Люсенька. Вот только... Никак не могу словцо одно разгадать. Вот послушай, бывает смелой и робкой, сильной и слабой, тайной и открытой и отчаянной и несчастливой. Угу. Что это, а? Не знаю. Честное слово, бабусечка, не знаю, что это такое. Значит так, я завтра к тебе приду, и мы будем елку наряжать. А. Потому что Новый год, время чего? Правильно. Чудес. Поняла? Нельзя. Наташенька, все журналисты так критичны, потому что на вид вечеринки их просто не приглашают. Подожди секунду. А я обещаю исправить эту оплошность и приглашаю тебя на наш корпоратив. И обещаю, этот Новый год ты запомнишь надолго. Вот визитка, обязательно позвони. Спасибо, Паш. Ну, приятно было познакомиться. Слушай, Наташ, а давай я тебя провожу? Паш, ну… Внимание, внимание. Да? Наташка! Ой, меня встречают. Прости. Ну, давай, мы увидимся еще, да? Пока. Привет! Ты что здесь делаешь? Решила в отпуск в горы махнуть. А ты из командировки, да? Только что вернулась. Наташ, я поняла, что вы с Лешей Конкратовым расстались. И правильно, не расстраивайся, он с ума сошел. Представляешь, вчера меня спрашивал, что подарить его новой барышне на день рождения. А сегодня в эфире все песни только для нее ставим. Ей сорок лет. А мужчина, с которым ты приехала, очень симпатичный. Мой поезд объявляют. Ну, я побежала? Давай. Держись. Лешин нашел другую? Не может быть. А сейчас, для самого любимого человека, по имени Людмила, это тыска. Я понял, понял. Давай. Опаздываем. А мне сегодня можно? Понял. Ну, Людмила, а ты мне, так сказать, и по поручению. Мы тебя очень любим. Спасибо. Ты ответственный работник, исполнительный. В любом деле придешь на помощь. И на тебя всегда можно, так сказать, это, ну, положиться. Ну, в общем, с днем рождения. С днем рождения. Спасибо. Спасибо, девочки. Люсенька, я тебе желаю много лет. Люсь, а сколько тебе стукнуло? Ну, ладно, тебе не смущайся, здесь же все свои как-никак. Так и смущается. Сорок! Прекрасный возраст. Так, за это можно выпить. Это точно. Хоть мы и на работе, но, так, по чуть-чуть можно. Люсенька. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сейчас-сейчас. Я про главное забыл. Да. Так, подарок. Это тебе. Ну. Спасибо. От руководства, как лучшему кассиру. От гол до конца рабочего дня. Отдыхай. Ну, а от меня... Нет, от меня лично, Людмила... Иван Иванович, вы у нас такой мужчина. А давайте на брудершафт, за Люсю. Ну, если вот за Люсеньку на брудершафт, то можно. Девочки, спасибо, вы хорошие. Спасибо, мои дорогие. Иван Иванович, тоже у нас. День рождения. День рождения. День рождения, ребят. Лиля. Какой отпуск, Лиля? Как ты могла все бросить и уехать, и остался без помощника? Кто тебя заменит, Лиля? Наташа? Как сегодня? С каким мужчиной? Липина. Мужчина? Наташа нашла другого? Да не может быть. Та-да-да-дан, та-дан. Поздравляем! 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 Вот она, виновница. Вина которой состоит в том, что она родилась прямо сегодня. Доброго дня! Тамарка, давай! Люся, поздравляем с днём рождения и купи себе, что пожелаешь. Спасибо. Люсенька, счастье. Люсенька, а давай определим эти денежки в мою заначку. На машину, на машину, да? Да. Люсенька, дорогая, поздравляю тебя. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Удачи, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо. Приглашай гостей. Да, прошу всех к столу. К столу, ребята. Прошу. Рассаживайтесь, рассаживайтесь. Кто где хочет. Да давай внизу, может, это туда? Давай я. Давай туда сядем. Прошу, прошу. Так. Люся, я тобой восхищаюсь. Я еще помню, когда вы с Гришей встречались, и я за вами наблюдала. Ты была такая застенчивая, такая трепетная. Краснела, когда Гриша дарил ей цветы. Вот, вот, вот. Я очень хотела на тебя быть похожей. И вот, прошли годы, а ты ничуть не изменилась. Точно. Ну, ты чего? Люся, у вас такая крепкая, замечательная, счастливая семья. Это же самое главное. Да. Будь счастлива. А главное, оставайся такой, как есть, чтобы мужчины пронзали тебя взглядами. А вот это только не надо. Вот этого не надо. Не надо этого. Потому что мою Люсю никто не пронзит взглядом. Никогда. Потому что Люся никому не нужна. Гриша, кроме меня, моя любимая Люсечка. Ура, давайте. Ура! Ура! Спасибо. За тебя, моя хорошая. Ну, Гриш, ты не прав. Чего? Чего я сказал? Ну, сказанул. Такое никому не нужно. А Лешке вот, нужна. Вот он приведет невесту беременную, будет Люся бабушкой. И внукам будет нужна. Простите, а вы откуда про беременную невесту знаете? Да это я так, гипотетически. Да. Ну, давайте. За Люсеньку, за бабушку. За Люсеньку. Днём рождения. Лешке, она никому не нужна. А на пассажурку. Неужели это правда, что это конец? Никому не нужно. Привет, Панкратов. Привет. Ну что, молодые, современные. Не будем устраивать истерики, скандалы. Плевать друг другу в лицо. Останемся друзьями? Круто. Наташа, подожди. Я пришёл попросить тебя. Не делай аборт. Это мой ребёнок, я от него не откажусь. Где ты нашёл свою старую клячу? Ненавижу тебя, Панкратов. Так, а ну-ка, на, подержи. Люся, ты чего? Нормально, Тань. Всё нормально? Да нормально. С наступающим. Здравствуйте. Спасибо. Господи, какая же вы неуклюжая. Простите. Тань, ну что-то под рукой стало. Это я не вам. Простите, как нехорошо получилось. Извините меня. Держите. Людмила, это самое, ещё один испорченный пакет с мукой. Я это самое, я вычистую из зарплаты. Нервишки шалят. Старость не радость. Нин, ты что, какая старость в 50? Какие 50? Ребята, вы чего? Вы с ума что ли подсказали? Мы же вчера отмечали, мне 40. Сорок, сорок! Вообще-то я о себе. Иван Иванович, вам 50. Ну, мужчина. Я думала, вам лет 35. Пока, красавица. Пока. Нина, Нин. Люсенька, ну что тебя грызёт, а? Ну всё нормально же, ну что случилось? Ну идём, пройдёмся. Идём, поболтаем. Танечка, ну никто меня... Люсенька, ну идём. Ничто меня не грызёт. Ну что? Ну подожди, Люсенька. Я просто устала. Люсенька, ну маленькая, что такое? Таня, скажи, на тебя часто мужики на улицах засматриваются? Ну, это смотря какое у меня настроение. Если всё хорошо, если дома всё в порядке, а если ещё и мы с Саней ночью вспомним молодость, да так, что у меня в голове закружится, тогда я целый день хожу и улыбаюсь. И все мужики оборачиваются. А если дома кисло, а однажды, однажды после такой бурной ночи мы так проголодались, кинулись, хлеба дома нет, попёрлись ночной, там тоже не оказалось. Мы в ресторан. Говорим, дайте нам хоть булок каких-то с собой на вынос, что ли. Так вот, пока Саня за булки платил, мне один мужик вообще в любви признался. Значит, в ресторане. Ильянов, прикинь, шеф в редакцию заставил меня ёлку покупать. Ни Саню, ни Андрюху, меня, ёлку. Как? Не понимаю вообще. Самого лучшего фотооператора ёлку покупать. А ты как? Да я нормально вроде. Шеф гнобит, говорит много грустной лирики в эфире. А что радоваться-то? Новый год-то ещё не наступил. Лёха, ну ты же расстался с Натахой. Ну, расслабься. Гарик, а ты откуда про Наташу знаешь? Так а у нас все шепчутся в редакции. А вас на радио не знают? Ну, что, Наташу давно уже всем рассказала? Ну, что, Наташ? Да нет, она приехала после командировки с каким-то Павлом. Все муши прожужжала про него. Ну, тусовку какую-то собираются. Давай, Шаричок. А на какую-нибудь знаешь? А-а. Ну, сам очень хочу. Понимаешь, там селебрити наши в стайку собьются, напьются, шантажа на полгода. Привет, ба. Люсенька. Ну, что? Рассказывай. Да все, то слово в кроссворде разгадать не могу. А так, Люсенька. И я у Мага Макара была сегодня. У соседа. Ясновидящий он. Чистую правду рассказал. Жить, говорит, будешь до ста лет. И мужичок под боком будет. Мужичок уже сбылся. Нарисовался на днях. А на меня, вот знаешь, внимания никто не обращает. А мне ведь так хочется. Я же все-таки женщина. Сейчас, глядишь, Лешка притащит внуков, нянчиться буду. А какая из меня бабушка? Или, да, вот так вот, все, жизнь пролетела. Натак, прикинь, нет, шеф нормальный, припахал меня елку покупать в редакции. Ой, извини, Гарик, извини. Да. Алло, Наташа? Добрый вечер. Это вас беспокоит мама Леши Панкратова, вашего друга. Друга? А что вы хотели? Наташенька, мне нужна ваша помощь. Скажите, пожалуйста, это правда, что у Леши появилась невеста? Вы ничего о ней не знаете? Знаю, ей сорок. Сорок? Как сорок? И что, что правда, что она беременна? А как давно она беременна? Так я не знаю, я у вас хотела спросить. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Я вас слушаю. Мне бы про сына узнать. Невеста его в два раза старше и беременна. Как это пережить? Свадьбы не будет. не вижу свадьбы. А сынок твой весь в тебя. Как приклеится к одной, так и будет с ней всю жизнь. судьба. Судьба на другую и не взглянет. Подождите, как это? Что это такое судьба? И на меня никто не взглянет? Нет, говорю же, судьба у вас такая. У тебя любовница есть? нету. У меня вообще-то и жены нет. да положи ты эту лопату. Слушай, поговори со мной. Че это как заведенный? Нет, скажи, это нормально вообще вот? судьба. Когда на женщину внимания не обращается, что это судьба такая? Это не судьба, это когда строфа. Понятно. Ну что, идем? Куда? Куда? Ко мне. Испугалась? Да я? Пойдем. Пожалуйста. Сапоги сними и на кухню идем. Я сейчас. Я сейчас. Я так-то тоже часто гостей на кухне встречаю. Мак-Макар тоже мне никого не будет. Не умеешь гадать, не берись. Ну вот, Люся, и твое романтическое свидание. Я в душ? Угу. А ты за что упаешь? А? Ну ничего, зря время-то терять. Да пошел ты! Сынок, ты? Да, я. Бегом сюда. Опа. Давай, помоги. Скоро мать будет, порадуем ее ужином. Не, бать, не пахать всю ночь. Спасибо, что помог отсюда. Да подожди. Люсенька, Люсь! О, Люсенька пришла. Через пятнадцать минут ужин будет готов. Пойду переоденусь. Давай. Все хорошо, Люсь? Да! Эй, другие в сорок лет вон молодых парней окручивают, а ты? Пойдем ужинать. Я картошечку пожарил. Ты что, молодость вспомнила? Это хорошо. Гришенька, а? Я жду. Привет. Помочь? Сама. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Вы что-то хотели? Хотел. Сигареты. Ага. А какие? Любые. Пожалуйста. У вас сегодня ресницы замечательные. Я давно вас здесь приметил. Вы очень красивая, а сегодня как-то по-особенному, правда? Спасибо. Не за что. Ага. Понял. Хорошо сделаю, да. Наташ. Пссс. Наташ, ну поговори со мной пока обеденный перерыв, пожалуйста. Ну не поступаю так с коллегами, как ты, Наташ. Ну это же золотая жила для фоторепортера, понимаешь? Ну пожалуйста, ну дай мне эти пригласы. Я тебе целый гонорар свой весь отдам. Гарик, ты все равно туда не попадешь. Закрытая тусовка. Закрытая тусовка. Охрана, фейс-контроль, дресс-код. Да, конечно. Но я тебе потом все расскажу. Как тасуются с селебрити, с акулами бизнеса. Угу. Об акулах бизнеса слышала? А слышала, что у Панкратова новая девушка появилась. Взрослая девушка. Бальзаковского возраста. Бизнес-леди, а? Ну так ты узнай, кто такая. Чем живет. Я тебе пригласительные достану. Да я ее личное дело тебе достану. Вы только не подумайте, во мне плохо. Со мной такое впервые. Я… Альфред? Что здесь происходит? Это мне показалось, или ты с ней кокетничаешь? Я с ней? Да ты что? А что это за сигареты? А-а-а, хотели нам подбросить? Знаю я ваши штучки. Да это ваш мужичок, сам с кассы взял. Это ты покупал сигареты? Да я же не курю. Знаете что, девушка? Мы сейчас пойдем к администратору и напишем жалобу. За оскорбление и подлог. Альфред, за мной. Ну, может не нужно. Мы же на работу опоздаем. За мной, Альфред. Альфред! А что случилось-то? Альфред. Паша. Привет. Держу слово. Вот. Приглашение. Спасибо. Наташа. А чай как повод не пройдет? Ну или давай помогу установить елку. Паш, ты очень трогательно. Понял. Букетик не забудь забрать. Паша. Звучит. 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 Урус. Ст arquепетики. На социальных веках. Звучит. Малыш зацеление. Он не буден любит. Звучит. 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 Что? Как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий. Пап, привет. Здорово. А мама где? Ты не знаешь, куда мать мою заначку перепрятала, а? Слушай, пап, а что бы ты сделал, если бы мама к другому ушла? Чего? Наша мать. Я серьезно. А я шутя. Панкратовы, они того. Их кто попал, они полюбят. Ну, в смысле, они. Они кого попало, не выбирают. Понятно. Ляпнешь ты как. Ай, куда же она перепрятала-то? Чего ты про мать сказал? Вы знаете, я пока посмотрю меню. А вы принесите мне бутылочку пинор и шоколадку. Да, хорошо. Позвольте, я угощу вас вино. Разрешите представиться, Тим Трубель, актер, режиссер, талант, хотя кому это интересно? Здесь не ценят высокое искусство. Вы позволите? Простите, как вас зовут? Тим Трубель. Да, извините. Простите, что вы здесь делаете, Тим? Я смотрю на вас. Скажите, а на меня можно засмотреться? Позвольте, я приглашу вас на танец. Нет. Нет. Вы, кстати, не ответили на мой вопрос. Не ответила? А я сама знаю ответ. Я никому не нужна. Я неинтересна. На меня даже внимания никто не обращает. И вообще, я пустое место. Так страшно. А вы были в Марте, на Монмартре? Нет. А что там? Там кончается радуга. Я, знаете, это... Мне надо сейчас выйти. Я вернусь. Я вернусь. Извините. Ваш спутник сказал, что вы оплатите его счёт. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, да. Знаете, денег нет. Ай, старый ловелас, что же скажет твоя жена, когда тебя увидит с этой красной шапочкой? Ага. Класс. Насчет вечеринки узнал? А-а. Кстати, Наташка тебя очень ревнует. Присыпилась ко мне, Гарик, расскажи про новую подружку Панкратова, а я тебе пригласительные дам на вечеринку. Помнишь, я говорил тебе, у меня нет никакой новой подружки. Лё, но мне как лучшему другу мог бы и признаться, у меня нет никакой новой подружки. Я Наташке ни слова. Всё понятно, а тебе помощи никакой. Спасибо, друг. Ну, хватит плакать. Всё равно придётся платить. Нельзя же быть такой доверчивой. Нет, дурой вы хотите сказать. Я такого не говорил. Да подумали. Нет, и вы хотите ещё сказать, что у вас приличное заведение? Да у вас тут шарлатаны кругом, а такие, как вы, их прикрываете. У меня в вашем заведении украли деньги. А вам абсолютно фиолетово. И вместо того, чтобы хоть как-то помочь, вас интересуют только деньги. А вот так вот, папа. Маляйла, снибейте посуду. А что ещё? А вот так вот. Оставьте нас. Вы здесь за главного? Очень хорошо. Будьте добры. Нигу жалобы предложений. Вот вам компенсация за то, что мои сотрудники не разглядели в вашем спутнике афериста. Они будут наказаны. Спасибо вам большое. Сразу видно, что вы хороший человек. Справедливый. Справедливый. А это придётся отработать. Доброй ночи, друзья. С вами диджей Панкрат. И давайте проведём эту ночь весело. До Нового года три дня. Три дня до настоящих чудес. Друзья, вы верите в чудеса? Сегодня один чудак оставил перед дверью любимой пушистую ёлку, а в ней признание в любви. Может быть, ему стоило сделать это в полночь на тридцать первое? Не думаю. Давайте начинать каждое утро. С маленького чуда. Доброе утро, раба любви. Перемыла тут вам всю посуду. Доброе утро. Доброе утро. Мужчина. Мужчина, вам плохо? Мужчина, как я могу вам помочь? Валидол в кармане. Держись, держись, дружок. Вот. Сейчас, сейчас я скорую вызову. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, нет, нет. Спасибо. Ну, конечно. Ё-моё, Лёся, ну что ж. Проспал. Ну, я же проспал, ну. Неужели не ночевала? Уже легче. Точно? Да. Разрешите представиться, меня, меня зовут Клим. Вы знаете, не надо мне представляться. Я за последнее время столько представлений насмотрелась, мне на всю жизнь хватит. Спасибо вам большое. Вы не только красивая женщина, но и человек с добрым сердцем. Да не обольщайтесь. Вы знаете, я такой человек, я бы и мимо больной сапоги не прошла. Ну, я хочу вас отблагодарить. Нет, 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 нет. Не надо. У меня денег полные карманы и вообще помогает бесплатно. Я хочу подарить вам цветы. Я хочу подарить вам цветы. Просто цветы. Сегодня вечером восемь у фонтана. Я буду вас ждать. Нет, нет, нет. Не надо. Что вы, у меня этих цветов. Все подоконники заставлены. И знаете что, я смотрю, вам уже лучше. Я пойду. А вы купите себе таблетки, а то уходите с одной. А может завтра? Завтра в восемь? Нет, я, я буду каждый вечер в восемь вечера ждать вас здесь, у фонтана. Приходите. Не приду. Нет. До свидания. Я все равно вас буду ждать. Вы меня не помните? Конечно помню. Вы тот мужчина, который выбрали сигареты, но жена отказалась за них платить. Я хотел извиниться за то недоразумение. С этим мне не нужны ваши извинения. Вы лучше купите себе капли и попейте дома. Может быть, вы лучше будете понимать, что вам нужно, а чего нет. Спасибо, я так и сделаю. Я хотел сказать, я нарочно взял тогда те сигареты, чтобы вы обратили на меня внимание. Зачем? Вы такая, я не могу оторвать от вас глаз. Слушайте, я не верю вам. Ну, сейчас придет ваша жена, и вы тут же сбежите. Да нет, нет, что вы. Вы же меня совсем не знаете. Я долго думал. Я устал. А что здесь происходит? Снова ты? Оставь моего мужа в покое, ясно? Не магазин, а сплошное сексуальное домогательство. Так, Альфред, идешь сейчас со мной, будешь свидетелем. Извините. Панкрата, а ты чего вытворяешь, а? На работу опоздала, покупателям хамишь, рабочее место оставила своевольно. Ну, Иванович, я живой человек. У меня есть свои слабости, в конце концов, я женщина. Нет. Запомни это твердо, ты не женщина. Ты кассир. Бери пример хотя бы у Снинки, молодая. Работает, как зверюга. Это точно. Слушай, Иванович, как бы это помягче сказать, но ведешь ты себя, как старый провинциальный ловелас, бегущий за девочками. Как ты это узнала? Что? Это я тебя. Нет, Иванович, ты меня никогда. Никогда. Ну, я ж не Нинка. Ты уволена. Вот. Наконец-то. Т snel. Т Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Здрасте. Здрасте. Выглядишь потрясающе. Спасибо. Ты отдыхай, веселись, я скоро вернусь. Организационные мелочи. Не вздумай вскрыться через черный ход. Господин Труппель, до вас просто не узнать. Кто не знает Дима Труппеля в лицо, тот всегда распознает язык его гениальных шоу. Схожу, узнаю, готов ли Платон Петрович. Без него не начинаем. Дима Труппель никогда не откладывает начало своих шоу из-за каких-то там Петровичей. Затаите дыхание, испугайтесь и восхититесь. Шоу начинается. Ну и куда ты меня привел? Спокойно, Панкрат. Мы почти у цели. Горик. А? Где мы окажемся в итоге? Мы окажемся в самом эпицентре событий. Пошли. Злые демоны ворвались в наш светлый добрый мир. Они хотят похитить наш праздник. Похитий! Кто отважится выйти на бой с темной силой? Кто спасет гостей из этой золотой клетки? Я боюсь. Демоны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Шеф идет по коридору. Повторяю, шеф идет по коридору. Повышенная готовность. Платан Петрович, просил без вас не начинать, но, видимо... Видимо? Слишком много всяких видимых, Паша. После праздников надо будет все эти нюансы обсудить. Здравствуйте, я вас прямо не узнать, как феи преобразились. Нет, правда, я потрясен. Спасибо. Ну, желаю вам приятно провести время. И вам. Я могу попросить вас об одолжении? О каком? Позвольте мне быть вашим спутником сегодня. Пойдемте со мной. Я? Ну да. А куда? В сказку. Седьмой, седьмой. В районе подвала вижу два посторонних объекта. Блокировать. Как поняли, прием. Понял, прием. Стоять! Кто такие? Актер из новогоднего шоу. Скоро наш выход. Леха, пошли, пошли. А, давай. О чудо! Принц и Белоснежка победили злых демонов и освободили прекрасную фею. Леха, ну ты красава! Быстро ты с охраны сориентировался! Богатый журналистский опыт. Вот они. Убери его. Понял. Простите. Я вижу, вы тут самый главный. Ну да, я. Можно вас на минуточку? А то тут шумно. Мне нужно вас предупредить. О чем? Ну, понимаете, я, кажется, видел, что к помещению пробрались посторонние. Давайте пройдем, я вам покажу. Да, да, конечно. Наташенька, я на секунду. Вот, вот, нам сюда. Вот, вот, да, да, сюда. Привет, заяц. Даша, поговори со мной. Ну? Я люблю тебя. Где твоя новая подружка? У меня нет никакой подружки. Нет? Поклянись. Я клянусь. Вас видели, мне сказали. Она приходила к тебе на работу. Ко мне никто не приходил. У меня никого нет, кроме тебя. Почему ты меня мучаешь? Я ни в чем не виноват перед тобой. Я могу посеять вьюгу, вызвать ураган, метель, но, но, но пришла пора обратиться к положительным персонажам, и я удаляюсь с этой сцены. Я люблю тебя. Пойдем поговорим на улице. Уважаемые коллеги, дорогие гости, я хочу поздравить вас с наступающим праздником и представить вам свою очаровательную спутницу. поздравить вас с наступающим праздником. Пожалуйста. Подожди. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам счастья и любви. С Новым Годом! Я счастье. С Новым Годом! Плёшка! Что здесь делаешь? Да ну я потом тебе все объясню. Ненавижу тебя, Панкратов. Здрасте. Ну потом. Вот это сенсация! Платон солов с Белоснежкой! Класс! С Новым Годом, друзья! Ну потом! Наташа! Гарик, ты Наташу не видел? На улицу пошла. Вот так вот. Ну как, вам понравилось? Ну да. Здрасте. Здрасте. Так это вы. Марти, Мон Марти. Допустим. Этот человек украл мне деньги в вашем ресторане. Послушайте. Этот? Возьмите его. Я все верну. Я, 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 я все верну. Я, 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 я все верну. Все нормально. Я не могу. Я криптобан. Мне нужно лечить. Ай, мама. Заташа, подожди. Что случилось? Никогда, слышишь? Никогда даже не подходи ко мне. Про ребенка забудь. Я все наврала. Не будет никакого ребенка. Возьмите, это вам. Значит, вы трясли мои деньги. Вас как зовут? Люся. Красиво звучит ваше имя. Вы простите, я вам тогда в ресторане не поверил. Вот видите, как важно просто верить людям. Может, не будем расставаться и продолжим? Не-а. На этом наша сказка заканчивается. Всего доброго. Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами диджей Лили. Вот и наступила 31 декабря. День сюрпризов. Сюрпризы бывают разные. Например, мой коллега диджей Панкрат выскочил на минутку и пропал. Такое словцо неподатливое, а. Но это не испортит нам праздничного настроения. Новый год все ближе и ближе. Ну, может, это коррида? А что? Корридовый может быть открытый. И слабый, если плохо приготовлено. Или это не коррида, а танец? Подходим, подходим, не стесняемся. Тянем билетики, узнаем, какие желания исполнятся в следующем году. Подходим, подходим, не стесняемся. Тянем билетики, узнаем, какие желания сбудутся в следующем году. Девушки, вытаскиваем билетики. С наступающим вас. И вас также. Так. Понятно. В новом году я разбогатею, делаю успешную карьеру и получу звание диджея высшего разряда. А что у тебя? Ничего, ерунда. Пойдем? Ну да. С наступающим! Ну, так желаниями не разбрасываются. А что там написано? Тебя любит тот, кого ты стараешься вычеркнуть из своего сердца. Напишут же бред. Альфред, давай, соберись, с нами еще три часа работать. Подходим, подходим, не стесняемся. А вы с мамой где будете? Ой, сынок, не знаю. Ребята из гаража в кафе приглашали. А я так подумал, ну, напьются они через час. Забудут, что празднует. Скорее всего дома. Ясно. Леха, давай маму побережем. А что такое? Да я в общем. Она же как с работы уволилась, так совсем с катушек съехала. Вчера вообще всю ночь неизвестно, где вы родила. Под утро пришла. Скоро Новый Год, а она спит. Ты побольше, побольше вешай. Ага. Вот такой нелепый Новый Год. Класс. Натаха, посмотри, Платон, Соколов, Белоснежка и Панкрат сдох. Ну, это же... Ты вообще что-то в этой жизни, понимаешь? Я абсолютно ничего. Посмотри. Все, хватит. Спрячь. Так, девушка, уважайте, пожалуйста, труд коллег. Ты уважай чувства коллег. И вообще, при мне о Панкрате больше ни слова, понял? Понял. Не про Панкрата, так не про Панкрата. Что, мало тем для разговора? А вот, допустим, где ты Новый Год будешь встречать? Лично я на работе. А я отдохну. В хорошей компании. Проснулась уже? Короче, Люся, я подумал, ну и бог с ней, с этой заначкой. Потратила я на здоровье. Что хоть купила-то? Вот твоя заначка. Ты разыграла, что ли? Заначку потратила. Люся. Ну ладно. Пойдем к Новому Году готовиться. Я вам елку нарядил. А то люди, небось, праздновать уже начинают. Наташ, ты, как всегда, непредсказуемая. Наш праздник начался полтора часа назад. Паш, ну а что делать в ресторане с шести вечера до полуночи? Есть? Есть и пить. Это ресторан шефа. В новогоднюю ночь он отдает свой ресторан на растерзание сотрудника. Пятидесяти процентные скидки на все. Да? Так, мои коллеги наверняка уже выпили весь мартини. Так что вперед. Спасибо. Будем догонять. Так, Наташенька. Ты пойдешь сегодня на корпоративную вечеринку? Я сначала не хотела... Будешь бутерброд? А теперь думаю, что пойду. Слушай, Панкратов, ну ты совсем угрюмый стал со своей новой подругой. Так все красиво начиналось. Любимая Людмиле, все эти песни. Подожди. Лиль, это ты наплела Наташи про мою новую подружку? Что это я наплела? Я сама видела своими глазами, когда она сюда приходила. Это была моя мама, Лиля. У нее было пару дней назад день рождения, поэтому все песни для нее. Мама? Мама. Ну а как же вечеринка? Мне Наташа все рассказывала. Я тебя убью когда-нибудь. Привет, друзья, с вами диджей Панкрат. И у меня для вас отличная новость. До Нового года осталось чуть меньше пяти часов. А прямо сейчас диджей Панкрат покинет свой пост и пойдет искать свою любимую девушку. Наташа, это Лешка, у меня нет никакой новой подружки, я посвящал песню своей маме. У нее был день рождения. И там, вчера на вечеринке, в костюме Белоснежки была тоже моя мама. Наташа, я люблю тебя. Я иду тебя искать. Ты меня слышишь? Слышь, Наташа слышит, она вечно то, что нужно, не слышит. Потому что у Наташи со слухом проблемы. Давай, давай, еще! Раз, два, три! Да! Алло, Наташ, скорее радио включай, там целый триллер. Там Панкратов в радиорубке бросил Лильку и тебя по всему городу бегать тыщил. Зачем? У него же другая девушка есть. Да нет, у него никакой другой. Но мне Лиля сказала. Да Лиля, понимаешь, она ошиблась, потому что все песни, которые он посвящал по радио девушке, это он своей маме посвящал. Маму зовут Лилси, это она была в костюме Белоснежки на той вечеринке, понимаешь? Сейчас вон полгорода уже бросила пить водку и прилипли к радиоприемникам и ждут, встретятся ли в новогоднюю ночь влюбленные или нет. Какие влюбленные? Наташ, ну ты Панкратов. А теперь танцуем! Ну, круто! Ты где? Иди ко мне. Понял. Давай мне свою руку. Хватит, брат. Так, оливьешечка будет, селедочка под шубой. Сейчас салатик нарубаем, приехал. Жалко, котлет не успеем сделать. Видно, не судьба. Да? Так... Судьба, говоришь? Значит, судьба тебя ко мне привязала, да, Гриша? Ну, конечно, Люсь. Ну, да. А я-то думала... Чего ты думала? Действительно. Знаешь что, Гриша, а пойду-ка я судьбу проверю. Так я с собой... Не надо. Зачем? Зачем? Я вижу, ты уже совсем без меня научилась справляться. Да? Ну, ладно, иди. Уговаривать не буду. А уговаривать не надо, Гришенька. Зачем? Люсь! Ого! Ну, ладно. Вот. Привет, друзья, с вами диджей Лили и наша сумасшедшая новогодняя ночь. Напоминаю для тех, кто только что к нам присоединился. История такая. Наташка любит Лёшку, Лёшка любит Наташку, но эти двое потерялись и всё никак не могут друг друга найти. Спасибо всем радиослушателям, участвующим в поисках влюблённых. Эй, с Новым годом! Ты к Наташке? Да. А её нету дома, а она с каким-то парнем. С каким парнем? С каким-то странным. А может, к нам? У нас веселее. Что же ты, судьба, меня в бараний рог скручиваешь? Гриша? Гришенька, я пойду к бабуле отмечать Новый год, а ты иди к своим в гараж. Что? Да я уже в гараже. Ребята, отмечаем. Нет, к бабульке я не пойду. И тебя с Новым годом. Друзья, до Нового года считанные секунды. С наступающим! Нашу заводи! Три-четыре! За мной! Ребят, ребят, с Новым годом! Вы не видели девушку Наташу? Наташу? Нет, здесь нет Наташи. Найдёшь Наташу! Возвращайся к нам! С Новым годом, друзья! Гарри, привет. Её здесь нет. Я около, я около ресторана «Платан». Сейчас захожу, да. Добрый вечер, с наступающим. Прошу прощения, очень нужно зайти. Там девушка моя. Молодой человек, сюда нельзя. Я понимаю, просто поймите, любимая девушка, нужно зайти поговорить. Я прям на секунду. Сказано, нельзя. Я понял, на секунду зайду. Нет, не надо. Ребята, а кто-нибудь из вас когда-нибудь прыгал с балкона ресторана «Платан» в сурку? Эй, Пашка, а не надо, Паша. А что у вас происходит-то, ребят? Что у нас происходит? Вон, около дерева. Это нормально? Праздник-то. Где? Дорогой ресторан. Вон. Стой, стой, стой! По последней информации наших добровольных помощников, парня, похожего на Лёшку, видели около ресторана «Платан». Он отправился туда в поисках Наташи. Но Наташа не в ресторане, друзья. Она ждёт Лёшку около его дома. Это сообщил наш слушатель Михаил. Кто встретит Лёшку, передайте ему последнюю информацию. Давайте спасём влюблённых. Алло, Лиль. Лиль, его нет дома. Там вообще никого нет. Где мне его искать? Поняла. Да. Здравствуй, Илься. Вот. Здравствуй. Это тебе. И что, действительно, всё это время ждал? Ну, да. Я так долго, так долго тебя искал. Зверя не баба. Простите, а вы кто? Что ему нужно? Ну, я же тебе говорил, я хочу просто встретиться, помнишь? Я же прекрасно знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтоб тобой любовались. Вот, я, я обожаю. Что? Я обожаю подсматривать. Она твоя, приятель. Давай, действуй. А я посмотрю. Так ты по этому памятнику всё время торчал, караулил. Палочный, подряд. Прощенец. Ай. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Сажай его в машину. Я хочу видеть это всё с комфортом. Новогодняя ночь. Взять своего дружка и валяться. Понял, понял. Уезжаем. Давай, давай. Садись быстрее. Поехали. До Нового года остались считанные минуты. И с вами я, диджей Лили. Последняя информация с места событий. Нам сообщили, что парня, похожего на Лёшку, схватили двое охранников ресторана «Платан». Наташа, ты куда пропала? Прости, пожалуйста, я сейчас. Наташа уже торопится, но крупкой девушке одной не под силу справится с верзилами. А вот и звонок в студию. Алло, мы вас слушаем. Все сюда, друзья! С Новым годом все! Я люблю вас! Я же говорил, что ты никому не нужна. Вернее, мне кроме тебя никто не нужен. Я любому за тебя глотку перегорызу. Ты ушла, а я за тобой подумал. А вдруг ты и правда влюбилась? Лёшка на днях говорит, «Пап, а что ты будешь делать, если мама вдруг к другому уйдет?» А я «Ага-ага-ага». А сейчас понимаешь, что у неё без тебя каюк, Лёсь. Грюшенька, ты просто тогда на дне рождения так сказал? Лёшка, я просто... не умею выражаться. Слова плохо подбирают. А сейчас я скажу. Лёська, я... я так тебя люблю. Правда. Грюшенька... Грюшенька, ты прости меня, ну... ты самый лучший для меня. Правда? Самый лучший. Да, конечно. Никто мне не нужен, кроме тебя. Любимый мой. Лёсь, через три минуты Новый год. Как? Вот так. Вот так. Побежали. Быстрее. Друзья, передаю вам последнюю информацию нашего новогоднего триллера. Враги выкрали моего коллегу, диджея Панкрата, и посадили его в подвал ресторана «Платан». Но Наташа не сдаётся. При поддержке наших радиослушателей именно в этот момент в зале ресторана разгорается настоящая битва. Добра со злом. Оле, оле, оле! 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 Сюда все! С Новым годом! С новым счастьем! С настоящими чудесами! С Новым годом, друзья! У-у-у-у! А для маленьких путян быть весёлыми хотят! С Новым годом, ребят! Быть весёлыми хотят! С Новым годом! С Новым годом! Побежали на площадь? Побежали. С Новым годом! У-у-у! Наташа, а как же… Паш, прости, прости, пожалуйста. Побежали. С Новым годом! С новым счастьем! Мам, мам, подождите. Так хорошо, что вас нашли. Это Наташа, мама. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Наташа? Как? Ты же говорила, что она старше. Ну, всего лишь на три года. Мам. Здорово. Да. Ребятки, пошли. Вот она, настоящая новогодняя ночь. Браво. Браво всем, кто оторвался от Оливье. И помог влюбленным найти друг друга. С Новым годом, друзья. Бабуля. Люденька, я дадала условное слово. Какое слово? Любовь. Как я с радостью-то образила. Любовь. Любовь. С Новым годом! Новый годом! Вишня. Что? Поцелуй меня. Чего? С праздником. С Новым годом! С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok